Пока российские пропагандисты рассказывают сказки про возрождение и прорывы российского авиастроения, рабочие авиастроительных предприятий выживают и существуют на доходы на уровне безработных. Например, реальная заработная плата на российском авиастроительном предприятии Воронежское акционерное самолетостроительное общество ВАСО у половины работников около 3,5 тысяч рублей, 1,3 тысячи гривен по текущему курсу. Это обсуждают возмущенные работники предприятия в профильной группе предприятия в социальных сетях. Как это ни странно, но рабочие процветающего авиапредприятия ВАСО входят в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, невероятно далеки от сверхвысоких доходов, о которых так рьяно рапортуют пропагандисты РФ. Напомним, ранее авиастроительное предприятие из Воронежа собирало украинские самолеты Ан-148, имело стабильные заказы и его работники чувствовали себя весьма неплохо. Однако с началом РФ вооруженной агрессии против Украины предприятие вынуждено прекратило эти работы. Без украинских комплектующих на ВАСО были не в состоянии производить самолеты Антонова. Последний Ан-148 изготовлен в 2018 году. С тех пор предприятие из авиастроительного фактически превратилось в производителя комплектующих и погрязло в многомиллионных убытках. Однако в официальных заявлениях слышно лишь о позитиве, как это, например, подается в новости, размещенной на официальном сайте предприятия 12 февраля. Предприятия дивизиона транспортной авиации ОАК, среди них упоминается и ВАСО, наращивают темпы производства. Подобными новостями пресс-служба предприятия радовала и в прошлом году, подобные заявления были и о заработной плате. Например, еще на 2019 год, за прошлый год статистика не обнародовалась, было запланировано повышение средней зарплаты до 43 тысяч рублей, около 17 тысяч гривен по среднему курсу 2019 года. Но в реальности предприятие несет огромные убытки, которые лишь увеличиваются с годами. Собственно, это не представляется странным. Если внимательно следить за деятельностью предприятия, то можно увидеть, что давно анонсированного серийного производства «Русской надежды» малой транспортной авиации Ил-112В пока так и не состоялось. Вместо этого опытный самолет после своего первого и единственного полета фактически стоит под забором. Не менее интересным с точки зрения понимания состояния авиапредприятия является размер настоящей зарплаты отдельных его рабочих. Она на самом деле является невероятно далека не просто от задекларированной, но даже от минимальной украинской. Так, заработная плата одного из фрезеровщиков завода за февраль этого года составила бешеные 3447 рублей – 1300 гривен по текущему курсу. Эту информацию подтвердил и его мастер, отметив, что полцеха с такой зарплатой. Кроме оплаты работы, работники завода неоднократно жаловались и на условия труда. Так, например, по показаниям работающих на ВАСО, температура в цехах зимой доходит до 11 градусов по Цельсию. Как можно наглядно увидеть, благосостояние и благоустройство на отдельных оборонных предприятиях РФ далеки от того, что декларируется. Не менее далеки от реальности и анонсированные возможности по производству транспортной авиации. А значит, именно для украинских предприятий в этот период есть возможность вытеснить авиапредприятия РФ из отдельных сегментов рынка навсегда. Одним из таких сегментов может быть малая и средняя транспортная авиация. Именно здесь ГП Антонов имеет все необходимые компетенции и готовые проекты, а российский Ильюшин пока что имеет только рекламу и мало обеспечен реальными делами хотелки. Поэтому сейчас самое время для того, чтобы украинцам обогнать российских авиапроизводителей на благосклонном к нам вираже истории.